Библия Расскажу буквально несколько слов о Библиях. Дело в том, что если вы никогда не читали Библию, или когда-то читали её, но хотите её почитать снова, очень важно знать, какую Библию читать. Сейчас, в связи с развитием интернета, это очень легко, вы можете по гуглу пройти, на английском это называется Bible Hub, если вы это напишите и на русском, у вас тоже возникнет сайт, где есть самые разнообразные переводы Библии, начиная от древних, канонических, но не латинский перевод, а святого Иеронима, там начиная где-то с King James Bible. И вплоть до XX века существует очень много очень хороших переводов, и протестантские, и католические, и еврейские, и все они замечательные. Но главное правило при выборе Библии, которую читать, это то, что вам нужно посмотреть на первую страницу, если это книга, и убедиться, что это перевод с оригинального текста, с оригинальных языков. Библия написана на трех языках, еврейский, арамейский и греческий, причем греческий, так называемый койне, то есть это общеупотребительный греческий, на котором говорили люди во времена Иисуса Христа. В отличие от древнегреческого, на котором говорил Платон, койне, он попроще, но учить его не надо, есть прекрасные переводы, но ни в коем случае не берите перевод Библии не с оригинальных языков, а с уже переведенного текста, то есть перевод с перевода, это плохо. И я советую также не читать Библии, которые не столько выражают текст, смысл текста, сколько выражают идеи, концепции, группы религиозной, которая этот перевод выполнила. Вот в частности, свидетели Иеговой выполнили свой перевод Библии, его бы я читать не советовал, как историк религии, просто потому, что он не всегда точно выражает смысл того, что было сказано. Ну и полезно, когда вы читаете Библию, сравнивать разные переводы, потому что бывают такие оттенки, которые хорошо было бы знать и сравнить. Вот, что касается Библии, которую я пользую, вот, русская Библия, с которой связана одна личная история моя. Эта Библия издана в Брюсселе в 1973 году, издательство «Жизнь с Богом». Мои родители ездили в загранкомандировки в Африку, и однажды они вернулись через Париж и купили вот несколько таких Библий. Библии тогда были запрещены, они провезли их через таможню, через границу тайком, естественно, и мама мне подарила вот эту Библию. Эта Библия и стала моей настольной книгой. Что касается Библии на английском, то, как я уже сказал, в интернете можно найти, ну, буквально все переводы, которые только существуют, но, если вы хотите серьезно, профессионально заниматься изучением Библии, самое лучшее английское издание, на мой взгляд, это «The Oxford Study Bible». Он содержит не только перевод, но и подробнейшие комментарии, языковые, лингвистические, географические, археологические, смысловые, теологические. Вот это лучшая книга на английском языке, по которой вы сможете изучить Библию в деталях и удовлетворив все свои вопросы. Продолжение следует...